Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем программировать реле напряжения, которое я рассматривал в прошлом ролике, а также протестируем работу этого реле при изменении входного напряжения. Для этого будем использовать лабораторный автотрансформатор от компании Santec, который прибыл ко мне на днях. Установку реле в щит разберем в следующем ролике. Чтобы это видео не пропустить, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Лабораторный автотрансформатор сокращенно называется LATR. С помощью LATR мы можем менять напряжение питания в пределах от 0 до 300 вольт, тем самым тестируя нашу нагрузку под разным напряжением. LATR отличается от гиммеров тем, что он может регулировать более мощную нагрузку и при этом не искажается синусоидальная форма сигнала напряжения в сети. А это позволяет его использовать не только для тестирования устройств, но и для прикладных целей в быту, о которых поговорим в будущих роликах. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтоб их не пропустить. Данный LATR регулирует напряжение от 0 до 300 вольт. Выходной ток до 4 ампер. Если вас интересует более детальный обзор LATR, пишите в комментариях и я его сделаю. Ссылку на магазин, где я заказывал LATR, я оставлю в описании. Ход LATR подключен к напряжению сети. С выхода LATR подключено наше реле напряжения. С выхода реле напряжения уже подключена лампочка. Мы будем контролировать выход нашего реле напряжения. А также мы будем видеть яркость лампы при превышении и понижении напряжения сети. Устанавливаем LATR на напряжение 230 вольт. И начинаем программировать реле напряжения. Включаем нашу систему. При первом включении реле напряжения тестирует сеть в течение времени, определяемая параметром A1. Это время 10 секунд, после которого реле включает нагрузку. Нажимаем кнопку SET. Включается режим A1. Это время задержки первого включения. По умолчанию это 10 секунд. Это значение оставляем. Если мы хотим поставить другое значение, это можем сделать с помощью клавиш вверх-вниз. То есть так увеличиваем, так уменьшаем. Длительное удержание этих клавиш включает режим ускоренной настройки этих параметров. Нажимаем опять кнопку SET. Включается параметр программирования A2. Это напряжение срабатывания при перенапряжении. С 2015 года напряжение в сети принято 230 вольт. Максимальное отклонение 10%. То есть напряжение в сети может быть в пределах 207 до 253 вольт. Я взял напряжение срабатывания с небольшим запасом и установил 260 вольт. Опять нажимаем кнопку SET. Следующий режим A3. Это напряжение, после которого активируется процесс включения нагрузки. Реле удерживает время, определяемое параметром A4. Выключает нагрузку. Его устанавливаем в 255 вольт. Следующий параметр A4. Время включения нагрузки после восстановления напряжения. По умолчанию 30 секунд. Я его оставляю. Это время подходит для большинства устройств домашней сети. Следующий параметр A5. Это время срабатывания при перенапряжении. По умолчанию 1 секунда. Но при перенапряжении аппаратура может сгореть очень быстро. Поэтому я делаю это время минимальным. Для этого реле 0,1 секунда. Следующий параметр A6. Напряжение срабатывания при пониженном напряжении. В сети минимальное напряжение, как я говорил, должно быть не ниже 207 вольт. Делаем настройку с небольшим запасом и ставим 200 вольт. Следующий параметр A7. Это напряжение, после которого активируется процесс включения нагрузки. Реле удерживает время, определяемое параметром A8, включая нагрузку. Его устанавливаем 205 вольт. Следующий параметр A8. Время включения нагрузки после восстановления напряжения. По умолчанию 30 секунд. Я его оставляю. Это время также подходит для большинства устройств в домашней сети. Следующий параметр A9. Это время срабатывания при пониженном напряжении. По умолчанию 1 секунда. Это значение оставляем. Двигатели при понижении напряжения сгорают не сразу. Плюс это компенсирует временную просадку напряжения при пуске двигателя. Следующий параметр A10. Это максимальный ток, после которого реле отключает нагрузку. Обычно по умолчанию стоит ток, совпадающий с номинальным током реле. Для этого реле это было 40 ампер. У меня реле будет работать в паре с автоматическим выключателем на 16 ампер. Поэтому я ставлю этот параметр 16 ампер. Почему я так поставил, я подробнее рассказал в прежнем ролике. Ссылку найдете в описании. Следующий параметр A11. Это время задержки включения реле после срабатывания потоку. Я его оставляю. Следующий параметр A12. Это время срабатывания реле потоку. По умолчанию он стоит 0,5 секунд. Я это время увеличу до 1 секунды. Это компенсирует пусковые токи при включении устройств. Плюс у нас для защиты потоку стоит автоматический выключатель. Следующий параметр A13. Это корректировка показаний встроенного вольтметра. У меня отличается показание реле мультиметра на 1 вольт. Решил я его не трогать. Если у вас есть образцовый вольтметр, вы можете его подкорректировать. Реле напряжения мы настроили. Сейчас будем проверять его работу. Включаем лампочку. Для начала уменьшаем напряжение с латтера. При напряжении менее 200 вольт лампочка отключается. Загорается индикатор пониженного напряжения. Цифровой индикатор попеременно показывает то напряжение сети, то LU, что означает пониженное напряжение. Мы потихоньку увеличиваем напряжение. На уровне более 205 вольт у нас включается отчет времени. Реле проверяет сеть и сейчас подключит нагрузку. Вот у нас лампочка подключилась. Продолжаем повышать напряжение на латтере. Обращаем внимание, что лампочка все горит ярче и ярче. И вот-вот может сгореть. Но при напряжении больше 260 вольт у нас реле отключает нагрузку. При этом загорается индикатор повышенного напряжения. А цифровой индикатор попеременно показывает то напряжение, то HU, что означает повышенное напряжение. Опять уменьшаем напряжение. И при напряжении менее 255 вольт на реле напряжения включается отчетчик обратного отсчета, в течение которого оно тестирует сеть и включит нагрузку. Вот сейчас у нас лампочка включилась. Для проверки тока срабатывания используем утюг. Сейчас я его подключу. Устанавливаем ток срабатывания 8 ампер. Чтобы оно было ниже, чем ток, который потребляет утюг. Все, мы запрограммировали 8 ампер. Вот у нас включился утюг. Реле сработало по перегрузке по току. Оно сейчас будет отсчитывать 30 секунд. И будет попытка опять включить нашу сеть. Но так как мы утюг не отключали, она в течение секунды опять отключит нагрузку. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы утюг не отключим. Мы отключили утюг. Смотрим. Так как повышенная нагрузка отключена, у нас реле напряжения не срабатывает. Но давайте опять перепрограммируем реле напряжения на 16 ампер. Так как она потом будет устанавливаться в щит. Это параметр А10. Мы его устанавливаем в 16 ампер. Мы проверили все параметры реле. Оно выдержало все проверки. Реле напряжения готово к установке в щит. В следующем ролике мы будем тестировать стабилизатор напряжения от компании Sante. Который я заказал вместе с LATR. Это электронный тиристорный стабилизатор напряжения с обстроенной защитой от пониженного напряжения и перенапряжения. В следующем ролике будем его тестировать и сравнивать его защиту с защитой реле контроля напряжения. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы этот ролик не пропустить. И конечно, буду благодарен вашим лайкам, репостам и комментариям. До встречи в старых и новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok